Техническое описание кода неисправности OBD2 – потеря связи с модулем управления системой помощи при парковке и что это значит. Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей, этот код означает, что модуль управления системой облегчения парковки APSMA и другие модули управления на транспортном средстве не связаны друг с другом, Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контроллера или, проще говоря, по шине SIN, без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не иметь возможности получать информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь подвержена влиянию, APSMA обычно находится в багажнике автомобиля, он получает входные сигналы от различных датчиков, некоторые из которых подключены непосредственно к нему, Большинство отправляется через систему связи по шине, эти входы позволяют модулю отображать информацию для водителя, касающуюся задней части транспортного средства и того, что находится в непосредственной близости от него, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, серьезность кода и симптомы, Серьезность в этом случае является умеренной из-за проблем безопасности, которые возникают из-за возможностей PSMA, дающего неверную информацию о препятствиях транспортного средства, симптомы кода U0159 могут включать в себя, модуль управления парковочным ассистентом А без информации, пустой экран, без предупреждений, причины, как правило, причины для установки этого кода Обрыв в шине SIN плюс цепь, разомкнут в шине SIN цепь, короткое замыкание на источник питания в любой цепи шины SIN, короткое замыкание на массу в цепи шины SIN, нет питания или заземления для модуля PSMA, редко, неисправный модуль управления, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля, Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какой-либо из них связан с коммуникацией шины или аккумулятором, зажиганием, сначала диагностируйте их Известно, что ошибочный диагноз возникает, если вы диагностируете код U0159 до того, как какой-либо из базовых кодов был тщательно диагностирован и отклонен Если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, а из других модулей вы получаете только U0159, попробуйте получить доступ к PASM Которые устанавливают другие модули, и проблема существует Самым распространенным сбоем является потеря питания или заземление PASMA Проверьте все предохранители, которые включают модуль PASMA на этом автомобиле Проверьте все основания для PASMA Найдите точки заземления на автомобиле и убедитесь, что эти соединения чистые и герметичные Если вам нужно, снимите их, возьмите маленькую щетиную щетку и раствор пищевой соды, воды и почистите каждый, как разъем, так и место, где он соединяется Если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из памяти и проверьте, возвращается ли код U0159 или можно ли связаться с модулем PASMA Если код не возвращается или связь восстанавливается, то, скорее всего, ваша проблема связана с предохранителями, соединениями Если код возвращается, найдите коммуникационные соединения шины SIN на вашем транспортном средстве Наиболее важен разъем PASMA, который обычно находится в багажнике транспортного средства Перед отсоединением разъема на модуле PASMA отсоедините отрицательный кабель аккумулятора После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик Разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию Используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите диэлектрическую силиконовую смазку в местах контакта клемм Перед подключением разъемов обратно к PASMA выполните эти несколько проверок напряжения Вам нужно будет иметь доступ к цифровому вольтметру, DVO-M, убедитесь, что у вас есть питание и заземление в PASMA, получите доступ к электрической схеме и определите, где основные полномочия и основания входят в PASMA Прежде чем продолжить, подключите аккумулятор, при этом PASMA все еще отключен, подсоедините красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение аккумулятора, подключенному к разъему PASMA, и к черному проводу вольтметра с хорошим заземлением Если не уверен, отрицательный заряд батареи всегда работает, вы должны увидеть показания напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть хорошие основания Подсоедините красный провод вашего вольтметра к положительному полюсу аккумулятора B+, а черный провод к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении Если нет, устраните проблему с цепью питания или заземления, затем проверьте две цепи связи Найдите SANB+, или CPMS SAN+, и SANB, или CPMS SAN+, подключив черный провод вашего вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SANB+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 0,5 вольт и слегка колебаться Затем подключите красный провод вольтметра к CPMS SANB вы должны увидеть примерно 4,4 вольт и слегка колебаться Если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код ошибки U0159 Единственное, что остается сделать, обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей Так как это указывает на неисправность PASMA, большинство из этих PASMAs должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля